Я говорю, на каком... Ну, покажите мне заявление, во-первых. В отделе полиции, ознакомите заявление. Здесь, на месте. По факту хулиганских детских заявлений. Ну, где они? У вас подтверждены факты? Вы откажете протереть? Я говорю, у вас подтверждены факты, у меня жалобу на телефон доверия? Вы откажете протереть? Сейчас, секунду. Еще раз. Что еще раз? Покажите мне, ознакомьтесь со всеми. Статью 27 закона о полиции. Всполните. Статью 27 закона о полиции. Всполните, пожалуйста. Пройдем там, граждане. То есть вы уверены, да, в своих действиях? Пойдем. А зачем вы меня трогаете? Ну, вы же отказывались со мной. Я отказывался? А у вас есть видеозапись? Вон, граждану снимали. Где? Можно продоставить дальнейшую. Да? А я сказал нет, да? Ну, вы не пошли со мной. А вы зачем меня держите? Я вас не держу. Всем привет. Меня зовут Сергей Дерюшкин. Я являюсь модератором каналу «Нашнадзор» Алексея Шамардина. Также являюсь блогером, более известным как «Гражданин Астрахани». По мере своих сил и возможностей пытаюсь выявлять, освещать проблемы в нашем городе, помогать это исправить. Такие проблемы, как просрочка, мусорской беспредел, нарушение правил дорожного движения, разрушение детских площадок, клейных ограждений, ямы на дорогах, сука стоя, барыг вот этих торгашей. В общем, все, что вижу, все, что могу, с чем могу справиться, все это обращаюсь в соответствующие органы, либо самостоятельно. Перед углом, 5 марта этого года со своим совершеннолетним сыном посетил этот магазин «Покупочка Звезды 53В», сеть магазинов от Амерлана, я их называю «Магазины просрочек». Чтобы совершить покупки, так как это магазин у дома, у меня 8 марта был день рождения, и выявил кучу нарушений в сфере торговли, обман потребителя, просрочка некачественная и опасная товара. Обратившись к новым сотрудникам магазина, те ничего не придумали, интересно, как обвинить покупателя в том, что он не прав, он нарушает их права, снимает все это на камеру. В общем, вообще хулиганно. Ну и мне ничего не оставалось сделать, как покинуть данный тухлопритон, и уже вечером я вызвал сотрудников полиции участкового поломочного для оформления материалов для отправки по подведанности, чтобы привлекли магазин к ответственности по статье 14.4, 14.43 и 14.7. Прибывший участкового поломочного полиции лейтенант полиции России по Астраханской области Мусилов Альберт, нарушая ФЗ номер 3 о полиции, не представился какую-то ложь и ересню, что он ничего не обязан делать, был неукомплектован, судя по словам, что у него не было бланков принятия устного заявления. Ну, в общем, сговорю пополам оформили материалы, оформили, переписали просрочку, акт, место происшествия. Вот, и он не выдвинул требования сотрудник магазина, чтобы эти убрали эти товары, ненадлежащие качестве, опасные, с реализации. Вот, и применив ко мне физическую силу, не ознакомив меня со всеми материалами за трагичную права и свободу, доставил меня в отдел полиции. Номер 1 города Астрахань. Срочка сразу же была выставлена обратно на полки для реализации. Дальше, когда мы приехали в отдел полиции, сказали ожидать. Сотрудник вот этот, Мусилов, спрятался где-то там в помещении. Вот, где-то через час-полтора вышло вот это вот тело ментовское. Мусилов говорит, все, пойдем, протокол составлен. Я в таком смысле, как мог быть составлен протокол без моего участия? Вот, это нарушение и подлежит вообще отмене. На что тот стал возмущаться, что я фру, оказывается. И протокол вставлялся в моем присутствии. Когда я подал ряд ходатайств при общении защитника, вот, при общении видеоматериалов с видеокамерами, имеется в виду магазина, вот, и так далее, и тому подобное. Ставил несколько заявлений о преступлении или правонарушении со стороны сотрудников полиции, как дежурного, так и вот этого Мусилова, так и со стороны сотрудника магазина, который применял ко мне физическую силу, прямо при сотруднике полиции. Спустя четыре часа по рапортам мента Мусилова и его напарника, водителя, рапорты были, конечно, также веселые, что якобы они приехали не по вызову о просрочке и нарушении сверия прав потребителя, а по вызову о халюганских действиях со стороны неизвестного, то есть меня. То есть якобы поступило им заявление утром, вот, и они приехали только вечером, когда уже я вызвал их. Провел ночь в отделе полиции, ничего не пил, не кушал. Утром отвезли в советский районный суд, где меня в прошлом году пытались привлечь по 6.1.1. Замечу, что в обоих протоколах по 19.3 и 20.1 везде указано, что я был привлечен по 6.1.1, хотя это не так, я все отменял за недоказанностью. И мы пробыли около 3-х часов, и материалы были отправлены обратно в отдел полиции на доработку, так как мусора ничего не могли сделать, и мотивирования на ответа не было в моих ходатайствах. И вот 7 марта, когда я вторую ночь провел в отделе полиции, поехали опять в суд, где я узнал, что Алексей Шамардин, канал НашНадзор, заключил соглашение с адвокатом Лунькоу Владиславом Владимировичем на защиту меня в суде по статьям 20.1 и 19.3, о чем мне стало известно по телефонному разговору с ним же, с адвокатом. Я написал ходатайство, хотел подать его до рассмотрения суда. Как только секретарь это услышала, передала в суде, те сразу сказали, чтобы меня гнали обратно в отдел полиции, и вообще можешь идти домой, потому что опять на доработку материал отправили. Итак, с 5 марта, с 21 часа 20 минут до 7 марта, 16 часов я находился в Штайне, административно задержанном. Алексей Шамардин предложил помочь собрать средства на поездку Владислава Владимировича Лунькова в Астрахани против мусорского беспредела сотрудников полиции. Поэтому те, кто желает, можете перевести средства на реквизит, указанный под этим видео на канале НашНадзор. Всем заранее огромное спасибо. Распространяйте это видео среди друзей и своих подписчиков. Боритесь со своими правами, никогда не проходите мимо проблемы, помогайте друг другу, и тогда мир станет лучше. Всем спасибо. 5 февраля, на этой пасовке третью. Здесь пишут дату производства, 5 февраля уже. Обман потребителей. То же самое. Это ООО «Темерлан», магазин тухлопритонов. Просрочечка. То же самое. 5 февраля изготовлено, здесь уже 1 февраля. Доставь ты. Что ты делаешь? Здесь он уже давно высохший. Вы здесь работаете? Я работаю. Бэйджик для единодификации. Или вы нарушаете трудовой кодекс? Вот эту корочку можешь с собой выбрать? Какой корочку? Ну да. Могу, конечно. Где? А где чеку? В Карганде. Папа! Вы не имели права есть. Да? Ай-яй-яй-яй. Ну, вызывайте ГБР. Папа! Жвачка, папа. Мармеладка, а не жвачка. Не жвачка. Давай, 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 решай. Бэйджик свой поставь, пожалуйста. И вот это, да, у нас спеши, пожалуйста. Если ты сотрудник. Там еще много таких. Дай сюда. Ром, там еще колбаса просрочена. Гражданин Астахин. Гражданин Астахин, скажи, она меня знает. Я одну шкурку собрал продукцию. Отходу только. Отходу только. Отходу только. Снимай штаны и бегай. Алло. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Что у вас случилось? Оформить надо магазин. В каком плане оформить? Материал подготовить для Роспотребнадзора. Нарушение правил торговли. Это который магазин? Покупочка. Да, покупочка. Вы там приобрели товар просрочен? Нет, он в реализации хранится. Собман обстребителя. Вы там сейчас находитесь? Не совсем. Рядом. У вас как фамилия, имя, отчество? Ммм? Фамилия, имя, отчество ваша как? По телефону не сообщу. То есть по телефону как аноним остается? По телефону я не сообщу, только при встрече. При обращении. Ну и через сколько планируется там быть? Ожидать, сейчас приедем. Кто? Вы приедете или кто? Да. Мне участковый нужен. Участковый приедет сейчас ко мне. Хорошо. Госпадин. Здравствуйте. Насчет участкового, звездная 53В, кому передана информация? ГНР 511 к вам выехал с наряд полиции. Наряд? Мне участкового нужен. Ну, а не наряд? Ну, участковый выехал. А кто там участковый? Участковый Мусилов. А, Мусилов, все, понял. А не подскажешь, что Дальмухамбетов куда пропал? В прошлом году ушел, говорит, в Упске, и до сих пор нет. Он в отпуске сейчас. Уж два месяца. Почему два месяца? Месяц. Он в прошлом году... А, не, 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 да, вот точно. А когда он выходит? Я не знаю, когда выходит. Ну ладно, всего доброго. До свидания. А вы подъехали? Да. Сейчас подойду. Еще не минуту. Хорошо. Вы уже заявление принимаете или как? Что сказали? Не обязаны представляться? В соответствии с частью пятой, правильной закона о полиции. А пункт такой, четвертый, пятый? Четвертый, пятый. Если вы ко мне. Здравствуйте. Здравствуйте. Почему он выведет видеосъемку? Я предупреждаю. Ты кто такой вообще? Ты кто такой? Ты кто? А? Погромче говори. Кто такой? Кто такой? Представься. Лейтенант, ты кто такой? Пункт пятый, часть пятая. Чего пункт пятый? А? Пункт пятый, часть пятая. Вообще не в адеквате читай. Могу не представляться. Да. Я не разрушил ничего. Да. Да. Вот, читаем. Статья пятая. Не, подожди, вы мне сказали, что оскорбили меня, полки. Ээээ, ты оскорбился? Смотри. Не тыкаться, пожалуйста. Я к вам надо обращаться. Сотрудник полиции в случае обращения к нему гражданина обязан назвать свою должность, звание, фамилию. Где ты там видишь, что не обязан? Вы мне не тыкайте, пожалуйста. Буду тыкать. Кто вы такой для меня? Гражданин, которому вы отказываете представляться исполнять ФСД номер. Пойдемте, я покажу вам. Орудие административного правонарушения. Так, вы будете представляться, нет? Или будем этот? Вы просто не изначально неправильно начали, поэтому и я стал грубить. Так и вы исполняете закон о полиции. В точном соответствии, как прописано, ни влево, ни вправо. Ну, в точном соответствии исполняет закон о полиции. Ваши должностные инструкции и обязанности. Влево-вправо расстрел, в кавычки. В общем, обнаружил сегодня товар с нарушением температуры хранения, условия хранения, нарушением маркировки и обманом потребителя. От минус двух до минус четырех, а хранится при плюсовой температуре. Далее, далее. Сегодня обратился к непонятному элементу без форменной одежды, без бейджика, которая жевала жвачку. Думаю, что она сотрудник магазина. Что-то не предъявляла. В общем, я искал убрать с реализации вот эту колбасу с нарушением условий хранения. То есть развакуум. Ну, то есть товары некачественные и опасные. По 29-м федеральному закону она обратно в реализацию поставила. Можно сейчас... После развакуума там срок годности пять или шесть суток, как указано производителем. Но они просто бросили его и реализуют в пределах общего срока годности. У них два срока. После развакуума и в вакууме. То есть товар уже некачественно и опасный. Умышленно реализуют испорченный товар. Далее я обнаружил сырные продукты. Граждане Настрахани. Ну, я напишу заявление. Сергей Минезов. Изготовлен 1.02.2020 года. Переворачиваем стикер и маркировку. Здесь уже изготовлено 11 декабря 2012 года. Так почти все сыры были. То есть я сегодня его снял. А, ну вот. Его опять выставили. Никому здесь что-то... Здесь Абан Потребитель называется. Две даты изготовления. Две даты изготовления. 5 февраля изготовлено. Здесь уже 11 января изготовлено. О, наконец-то с бейджиком. Масло Алектория Валерьевна. Абан Астрахани. Сергей пока предлагает. По поводу злиплодпродукции. На Витвинове там получается. А не витвинове. Продукция Витвинове. Плюсовать температуру. Там плюсовать температуру. Там плюсовать температуру. Нет, там плюсовать. Ну что у глазки закатывается. А какая там температура? Нет, я уже все позвонила. Вы же стоящий моргал. Я напишу. А, давай. Главное, Ульченко передай. Он оскорблял. Он говорил, что у вас продукция некачественная. Все качественные. Световар приходит. Давайте я вам обратно докажу. Да, машина приезжала. Получается, в данном случае он начинал хулиганские действия. Да, он оскорблял. А какое мелкое хулиганство или просто хулиганство? Они оскорбили меня лично. Ну как? Мне должна говорить, как я с ним пишу. Три свидетеля есть? Есть. Это вот он не имеет права снимать новинку. Да? Да. Ну ладно. Он не имеет права, просто он не имеет права без вашего согласия. Вот иметь, пожалуйста. Ну в общественных интересах, статья 152.1 ГК Гражданского кодекса, я имею право выкладывать. Нет, я буду фиксировать. Начнем оформлять? И убирать с реализации и для Роспотребнадзора? Да вы что, правда что ли? Ну вы кто? Я, короче, сказал. Ты начальник пополучки? Я потребитель. Владимир сказал, что он работал здесь. Здесь? Да. Ложная информация какая-то. Это не ложная информация. Я сейчас... Ложная информация сейчас напишем за ее. Отлично. У нас безопаснее? Безопаснее. Это такая должность безопаснее? Мы снимать ничего не будем. Сотрудник полиции, смотрите. Вы не снимать ничего не будете. Смотрите, она подает на меня сотрудник полиции. Сегодня пришла машина с продукцией. Что она? Я не знаю. Я взял тележку, она меня трогает. Это грубое... Вы купить товар хотите? Вы только... Оскорбительное приставание гражданам не надо. Покупайте и все. Женщины, идите отсюда. Покупайте там. Не имеете право снимать. Вы кто такой здесь? Вы кто здесь? На каком основании вы снимаете у нас суда? Может, ты начинаешь заполнять шапку? Я буду дешевать давай. Заявление вы сами будете? Нет. У меня тут протокол интернет-то вы смотрели. На листочке А4 пойдет? Нет. Нужен допор на пункт? Да нет, надо же все описать. Место происшествия. Ну, объяснение тогда возьми. Заявление в аккурате. Сейчас будет описывать все участковый. А там что хотите, можете его сожрать, съесть, обратно в реализацию. Но это уже, может быть, далее. Кто здесь старше из вас? Я вам просто объясню по-человечески, если вы не понимаете. Если вот этот гражданка не понимает, обратно выставил. А я при посторонних не хочу разглашать свои персональные данные. Вот, смотрите, 06... Че? А, 26-й, 12-й, 19-й дата изготовления. И изготовлено здесь... А? Мы здесь будем оформлять? Можем на столе здесь? Я просто хочу с реализацией убрать этот товар. Так, давайте все это попырику сделаем. Как вы сказали? Попырику. Побыстрее. Не будем вот это тянуть кота за яйца, вот эту тягомотину делать. Ну, я правильно выражаюсь. А не трогайте мой товар, пожалуйста. Он в моей потребительской тележке находится. А, вы хотите понять? Вы не в курсе, да? Договору. Публичная аферка. Там две даты изготовления, смотрите. Изготовлена одна информация на стикере, вкладке, другая информация. То есть это образует состав административного правонарушения, предусмотрена статья 14.7 КОАПОРа. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях. Мы согласны с нарушением, нет? И этот днем просто говорил с вот данной сотрудницей, она ни в каком не схотел, еще и обратно выставил. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...